Я рада всех вас приветствовать. Татьяна меня представила. Я вижу, что нас в сети сейчас 49 человек. Нас немного, но мы все в тельняшках. Да, я представляю компанию Антиплагиат, ведущий специалист учебно-методического центра компании. И, возможно, с кем-то из вас мы уже знакомы, потому что я также провожу такие онлайн-мероприятия для наших пользователей системы Антиплагиат. И сегодня мы поговорим о вот таком моменте, как искусственные тексты в учебных и научных работах. Да, вижу вот такой знак надежды. Хорошо, если вы были на вебинарах компании Антиплагиат, можете написать, в который раз вы сейчас с компанией Антиплагиат встречаетесь вот таким вот, в таком варианте онлайн-формате. Ну, а я расскажу, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Да, действительно, искусственный интеллект, такие чаты, как чат GPT и ИЖИ с ними, действительно стремительно ворвались в нашу жизнь, в нашу реальность. И вот уже студенты пишут с помощью искусственного интеллекта свои работы, авторы научных статей поручают им подбирать какие-то факты и так далее, а рецензенты делегируют написание, опять же, рецензий искусственному интеллекту. И все-таки опасно или не опасно? Чем опасно такое соавторство и как к нему относиться? Как выявлять искусственно сгенерированные тексты? Чем может помочь в этом компания Антиплагиат, продукт, система Антиплагиат? Ответы на этот и другие вопросы сегодня вы услышите. Ну что же, давайте озвучу план, о чем сегодня поговорим. О проблеме академической честности, быть или не быть, и и, или не и, и. Вот в чем вопрос. Также расскажу о новшествах системы Антиплагиат, главных моментах, которые появились в системе совсем недавно, ибо не только искусственным интеллектом жив человек и Антиплагиат. Мы поговорим с вами подробно о курсе повышения квалификации, который тоже анонсировала Татьяна от компании Антиплагиат. У нас скоро начнется весной, а весна уже не за горами, полмесяца буквально осталось от календарной весны до календарной весны. Как выявить искусственные тексты? Чем помогает система Антиплагиат? Как это можно понять в Антиплагиате? Есть там текстовое заимствование или искусственный интеллект или нет? Кто принимает решение о допуске работ с искусственным текстом, с генерированным искусственным же интеллектом, в защите? Надо допускать или не надо? В защите или публикации? Ну и в конце будут ответы на ваши вопросы. Желательно, чтобы вы вопросы писали на отдельной вкладке. Подвигайте, пожалуйста, по экрану. Над моим видео есть значок, в том числе вопросы, файлы. То есть вот тот значок, где вопрос, пожалуйста, туда пишите свои вопросы. И я к ним обязательно вернусь в конце своего рассказа. И ответы на вопросы ближе к концу вебинара будут. Да, вот на мой вопрос, который раз вы с компанией Антиплагиат встречаетесь, никто не ответил. Видимо, впервые, да, знакомитесь с нашей компанией, с нашей системой. Ну вот так вот действительно ходим друг к другу в гости. Директ-академия к нам, Антиплагиат к ним. Ну это очень приятно, такое взаимное сотрудничество. И давайте действительно о взаимном сотрудничестве, тематику продолжу, потому что тот курс повышения квалификации, который мы начнем 19 марта, компания Антиплагиат, мы проводим на площадке Директ-академии, университетской библиотеки онлайн. Этот курс называется современной технологией проверки научных и учебных текстов на заимствование в системе Антиплагиат. Это не только про искусственный интеллект, это вообще о том, как работать с нашей системой. Там будет в этом курсе включено 9 вебинаров, в которых участники присутствуют онлайн или смотрят в записи. Но онлайн, конечно же, гораздо лучше, потому что можно задавать вопросы в режиме живого времени спикером. 7 практикумов каждый выполняет, участник. Это занимает курс 72 академических часа и выдаются удостоверения государственного образца. Подробное описание программы, все-все-все нюансы, все цены, скидки и так далее доступны вот по этой ссылке. Ссылку я скидываю также в чат. И презентацию вы сможете скачать в конце вебинара. Пока не открываю, не расшариваю, так сказать, презентацию, но она обязательно будет. И, как уже Татьяна сказала, запись вебинара ведется. Здесь будет курс непосредственно практический. И не просто послушать, да, а вы также будете принимать осознанное, полное практическое участие в этом курсе. И вам дается доступ к системе антиплагиат, пакет методических рекомендаций и обратная связь от преподавателей. Про курс еще в серединочке вебинара тоже поговорим поподробнее. И вопросы, пожалуйста, на отдельную вкладку. Ну а сейчас давайте начнем с вот того озвученного, да, той озвученной тематики про искусственный интеллект, проблемы академической честности образования и науки. С чего все начинается? Почему вот на этом слайде такой милейший ребенок в пиратской шапочке? А дело в том, что проблема академической честности зарождается, наверное, в самом-самом детстве. Ну, я не буду говорить про детские сады, а вот про школу уже можно говорить. Когда учитель задает какой-нибудь доклад написать, ребенок с родителями чаще всего, да, или сам уже, заходит в интернет, находит нечто подходящее по тематике, скачивает и сдает свою собственную работу. Вот такой миленький пиратик получается в самом-самом детстве. И дальше, к сожалению, эта проблема нарастает, как снежный ком. Студенты на первых, на начальных, так сказать, этапах обучения в ВУЗе почему-то, да, им дают скачивать готовые работы из интернета и курсовые сдавать со скачаной чужие. А вот именно на последнем курсе ВКР их проверять начинают на предмет наличия совпадений, заимствований и так далее. Так вот, проблема действительно не нова, с одной стороны, а вот новая проблема академической честности или нечестности про искусственные тексты. Как определить, кто написал текст, искусственный интеллект или человек? И вообще, можно ли допускать такой текст в защите, публикации, научную статью публиковать, если там какой-то текст написала нейросеть? Давайте вначале проведем небольшой опрос. Я прямо на экране открою, и вы прямо тоже на экране обозначьте свою позицию. Допускать или не допускать в защите работы с искусственными фрагментами или целиком полностью написанные искусственным интеллектом. Вот сейчас я намеренно даю только два варианта выбора. Пожалуйста, все, кто меня видит и слышит, поставьте отметочку, галочку выберите и нажмите завершить голосование. Буквально минуту посвятим этому голосованию, и затем я выведу на экран результаты в виде такой диаграммы круговой. Этот опрос анонимный, то есть никто не увидит ваших данных, просто мы увидим скриншот. И давайте вот сейчас я прошу всех, кто сейчас здесь в сети, 52 человека, очень хотелось бы увидеть такую репрезентативную подборку ответов на этот вопрос. Допускать искусственный интеллект или не допускать в защите, в публикации, работы с написанными, сгенерированными искусственным интеллектом текстами? Так, ну вот буквально еще 10 секунд, и я завершаю голосование и выведу на экран результаты. Хотелось бы, чтобы каждый для себя вот, так сказать, честно ответил на этот вопрос. Как вы считаете, допустимо или недопустимо? Все, завершаю голосование. И сейчас покажу результаты. Очень интересные результаты получились. Допускать или не допускать. Проголосовали, получается, 23 человека. Ну, 50% от присутствующих. Ну что же, как есть. Как есть, проголосовали. И тогда мы с вами вот именно сейчас видим очень наглядную картину. Именно так это и происходит в мире и вообще, так сказать, в мире вообще. И в частности, буквально в каждой организации. Кто-то говорит да, кто-то говорит нет. И практически 50 на 50 разделились голоса. Ну что ж, это очень показательно. И я сейчас продолжу. Действительно, есть много ситуаций в разных организациях решается по-разному. Одни говорят, что можно допускать. Другие говорят, допускать нельзя, ни в коем случае. Это нарушение академической честности. И как же так? Кто же будет вот действительно все это проверять? И кто берет на себя такую ответственность? Кто скажет, да или нет, искусственный интеллект писал или не искусственный интеллект написал? А если написал искусственный интеллект, это хорошо? Ведь человек приручает в конце-то концов, да, с самого начала своего существования какие-то изобретает технологии. И вот сейчас искусственный интеллект это его помощник может быть. Вот, например, в РГГУ считают целесообразным ограничить доступ к нейросети чат GPT. А в Токийском университете запретили научную работу, написанную чатом GPT. И в КНР студентам не дают диплом, если они пользовались искусственным интеллектом при написании научных работ. А вот, например, один из вузов, государственных вузов МГПУ разрешил писать дипломные работы с помощью искусственного интеллекта. И они же еще объясняют, как использовать его в обучении. Я сейчас не говорю, кто прав, кто виноват, кто говорит верно, кто неверно. Вот, сейчас на минуточку я отвлекусь. Мне нужно один файл загрузить с компьютера. И я переключусь в этот вариант презентации. Но она пойдет у меня буквально сначала. Не волнуйтесь, так задумано. Вот. Вот на этом месте мы с вами остановились. И я продолжу вот этот вот вариант обсуждения, понимания. Кто-то, вот у нас практически 50 на 50, да, 11 человек за, 12 против. Или наоборот. Но это на самом деле сейчас уже не важно. Половина за, половина против. Как же быть, если вот действительно в товарищах согласия нет? Ну, давайте послушаем компетентные, так сказать, органы, но не власти. Власть никак пока не регулирует искусственный интеллект, использование, допустимость искусственного интеллекта и так далее. Вот посмотрите, здесь есть ссылки на рекомендации группы редакторов общимедицинских журналов. Простите, секунду. Журналов медицинских, участники которых встречаются и обсуждают, работают над едиными требованиями к рукописи. Это медицинские журналы, которые действительно должны содержать в себе без каких-либо преувеличений или подтасовок реальные факты, ибо очень-очень важно их влияние на здоровье, а может быть, даже и на жизни людей. Извините, у меня вот здесь вот буковка И ускакала, но, в общем, мы понимаем. I-S-M-G-E. И вот эта группа редакторов говорит, что при подаче заявки журнал должен требовать от авторов указывать, использовали ли они технологии искусственного интеллекта или нет при подготовке представленной работы. Авторы, использующие технологии, должны в сопроводительном письме указывать, как они использовали искусственный интеллект. Боты не должны указываться в качестве соавторов, потому что они не несут ответственность за точность, достоверность представленных сведений. Действительно, это же не люди, и они никак не могут доказать свою, может быть, заинтересованность или, наоборот, незаинтересованность. Далее. Авторам говорит вот эта группа редакторов, что люди несут ответственность за любой материал, в том числе изгенерированный искусственным интеллектом. И нужно каждому автору тщательно просматривать, редактировать то, что они получили, возможно, с помощью ИИ, но быть очень внимательными, поскольку искусственный интеллект генерирует очень правдоподобные результаты, но они могут быть неверными, неполными или предвзятыми. И представляете, если вдруг нас с вами начнут лечить или операции делать по рекомендациям, написанным искусственным интеллектом, а ведь, как мы помним с вами, что слово года 2023-го – это галлюцинировать, потому что искусственный интеллект, к сожалению, создает вот эти самые галлюцинации. И вот если нас будут лечить по искусственному интеллекту, написанным рекомендациям, то мы с вами очень далеко, как говорится, на этом не уедем. Авторам, опять же, рекомендуют, что в качестве соавтора или автора искусственный интеллект указывать не надо, и авторы должны в состоянии быть доказать, что в работе нет плагиата ни в тексте, ни в изображениях, созданных искусственным интеллектом. А так как генеративный искусственный интеллект создает свои, так сказать, произведения в кавычках или впрямую на основании множества изученных компонентов, то кто знает, где выскочит тот или иной фрагмент, который когда-то искусственному интеллекту скормили. И, может быть, это действительно то, что написал искусственный интеллект, вовсе не ново, а очень даже и может быть похоже на плагиат. Ведь действительно искусственный интеллект не генерирует ничего нового. Он компилирует то, что кем-то когда-то было написано. Про рецензирование с помощью искусственного интеллекта. Бывают такие программы, которые а-ля должны облегчить рецензентам их творчество, их работу. Но в связи с тем, что бывает нарушение конфиденциальности, то есть при загрузке в искусственные интеллекты чаты каких-либо работ, может быть нарушена вот эта конфиденциальность. То есть таким образом редакторам не рекомендуют использовать технологии искусственного интеллекта для создания своих рецензий. Ну а если все-таки использовалось, то рецензенты должны сообщать, пользовались ли они искусственным интеллектом для облегчения рецензирования. И тоже всем рецензентам надо понимать, что ИИ генерирует результаты, которые выглядят очень авторитетно, компетентно, но могут быть неверными, неполными предвзятыми. Вот здесь вот ссылочки, откуда взяты эти рекомендации. Ну а теперь давайте поговорим о том, как система антиплагиат может помочь эксперту. Друзья, пожалуйста, напишите, работаете ли вы с системой антиплагиат, с какой ее версией и как долго. То есть вот, может быть, бесплатная версия год или там платная корпоративная версия два месяца. Вот напишите, пожалуйста, если вы уже работаете с системой антиплагиат. Вот я здесь вижу примечание в чате. Для рефератов мы требуем писать строго от руки, хотя бы есть элемент обучения для диплома, главное, если личные экспериментальные данные. Там ИИ не поможет. Вот это прекрасный подход. И от руки писать. Ну, кстати, вы знаете, наверное, что антиплагиат сейчас работает над технологией. Она уже тестируется, она уже в промышленном тестировании распознавание текстов, написанных от руки. И не только распознавание, но и сравнение и проверка их на предмет оригинальности. Но это пока еще вот не предмет нашего изучения. Далее. Если сейчас использовать программу для статистической обработки даже Excel, уже используется ИИ. И я с вами согласна. Это примечание, я с этим соглашусь. Вот сейчас на мой вопрос. Работает ли с антиплагиатом? Да, работаем экспертом при проверке. Да, пользуюсь. Бесплатная версия, бесплатная. Платная, корпоративная. С вами уже третий год. Спасибо за инструменты. Не пропуская ваши вебинары, помогает в аналитике текста. Огромное спасибо Анастасии Самсоновой за такой развернутый ответ. Да, бесплатная версия. Друзья, ну про бесплатную версию я могу сейчас очень только коротко сказать. Бесплатная версия – это лишь демо-версия системы антиплагиат. И если вы хотите в полной мере воспользоваться всеми возможностями системы антиплагиат, то обязательно нужна либо корпоративная, либо платная версия на сайте для частных лиц. Но если вы будете проверять не свою личную, а чью-то, то, естественно, это не вы должны платить свои личные деньги, а ваша организация должна предоставить доту системе антиплагиат. Большое спасибо те, кто уже работает. Ну вот, бесплатная версия, друзья, она никак не может дать того же качества проверки, как платная или корпоративная. Поэтому очень, если вы по долгу службы, так сказать, должны работать с системой антиплагиат, я призываю вас поднять вопрос о приоритетении системы антиплагиат, чтобы воспользоваться всеми ее функциями. И вот то, что я сейчас буду рассказывать, как антиплагиат помогает эксперту, доступно только на полных версиях. Вот те изменения, которые происходят в антиплагиате, происходят именно из-за того, что требуют пользователи, из-за того, что запрашивают наши клиенты, и развитие идет в том числе благодаря вот этим запросам. Ну не только, да, естественно, не только по запросам развивается антиплагиат, естественно, у нас работает большая команда аналитиков, которые смотрят, что происходит вообще в мире, и тенденции все изучают, и добавляют тот или иной функционал в нашу систему. Внимание! Обновленный дизайн полного отчета помогает облегчить изучение всех источников, которые появились в совпадениях, помогает ярче, так сказать, быстрее понять, где, куда, на что нужно обращать внимание. То есть вот такая яркая получается сейчас страничка, где открывается отчет, и вы видите список источников, вы видите результаты проверки, вы видите цветовым таким вот а-ля маркером выделение цитат, совпадение и самоцитирование. Ну и еще из-за того, что нам очень многое, много раз писали, вот здесь вот слово «заимствование» когда-то было, слово «заимствование» красным, да, обозначали «заимствование». Мы его поменяли на более мягкое и более точное обозначение, что вот это вот такое красненьким цветом система антиплагиат подчеркивает совпадения текстов, те, которые не являются цитированием и не являются самоцитированием. То есть вот эта формулировка более точно передает смысл вот этих найденных фрагментов. Ведь дело в том, что многие пользователи, не пройдя наши вебинары, начинают уже использовать антиплагиат, а потом обижаются. Говорят, ваш антиплагиат обвинил моего студента или моего диссертанта или меня самого в плагиате. А дело в том, что антиплагиат плагиата и не ищет. Вот для многих будет это, наверное, шоком, но несмотря на такое красивое маркетинговое название антиплагиат, которое превратилось уже в именно рицательное, его уже используют кто, как говорится, не попадя, но не каждый йогурт одинаково полезен. Поэтому просто понимайте, чем, какой системой вы пользуетесь для того, чтобы действительно она называлась антиплагиат. Она должна быть приобретена через компанию антиплагиат, а не нечто похожее. Так вот, список источников строится от самого крупного дальше по не спадающий. Вот эти результаты, проценты оригинальности, совпадений, цитирований, самоцитирований, это результаты предварительные. А затем уже человек принимает собственное решение на основании вот того, что система антиплагиат показала. Вот эти вот красные фрагменты, это действительно неправомерное заимствование? Или, может быть, это косвенная цитата, которую вручную можно перевести в зелененький цвет? Или это переводное заимствование, перефразированное заимствование, которое было оформлено по правилам оформления косвенного цитирования? Для антиплагиата есть определенные алгоритмы, по которым он подчеркивает, так сказать, зелененькое, желтенькое, а красное – это все, что совпадает с чем-либо, но не является цитированием и самоцитированием автоматически определенном системе. Но на вот эти результаты очень хорошо может повлиять человек, который действительно экспертом является. не просто нажимателем, извините, на кнопочку проверить, да, а именно понимать, как работает система и что написано в этой работе. То есть нельзя заставлять одного человека на весь вуз проверять все работы и по математике, и по философии, и по химии. Нет. Химические тексты должен проверять химик по образованию, физический – физик, литератор – литературный и так далее, и так далее, и так далее. Но это я уже прям начала злоупотреблять рекламой системы антиплагиат, а мы поговорим с вами и о ее возможностях, которые предоставляют вам, предоставляются вам, пользователям системы, и они облегчают жизнь и экспертизу работ, которые вам сдали. Кроме того, что отчет «Внешний вид» поменялся сейчас, уже можно проверять только основную, главную часть, а технические фрагменты, такие как, например, титульный лист и приложение, исключать из проверки. При этом ничего, так сказать, физически, ну, в электронном виде, из файла не вырезая. Загружается файл целиком, как он есть, как он сдан вашим визави, так сказать, автором работ диссертационной научной статьи или же ВКР, и вы просто при загрузке снимаете галочки с тех структурных частей, которые не надо проверять на предмет именно наличия совпадений вот этих заимствований. Титульный лист, на нем может быть название вашего вуза, и оно может быть подчеркнуто красным цветом системы антиплагиат. Но, как я уже говорила, не то, что подчеркнуто системой антиплагиат не является плагиатом, это есть совпадение. А вот определить, плагиат это или нет, компетенция эксперта. И вот чтобы эксперту было проще, легче, меньше вот этих вот технически, так сказать, задач, титульное лист, содержание библиографии приложения можно не проверять в антиплагиате физически, не вырезая из файла. Проверяться будет в данном случае только основная часть. Ну, хотите оставить галочку на содержании, оставляете, и проверяется основная часть и содержание. Как это выглядит внутри системы? Вот если вы не сняли галочку с проверки библиографии, то весь список литературы будет вот такой вот зелёным цветом обозначенный. Для чего зелёным? Чтобы не быть красным. Ведь красный ещё страшнее воспринимается. Но дело в том, что список литературы может быть очень большим, и он занимает определённый процент. Да, зелёненький, он уйдёт в процент цитирования, но, к сожалению, во многих организациях требуется процент оригинальности. А вот этот вот фрагмент список литературы забирает от оригинальности, потому что уходит это всё в цитаты. Так вот, чтобы вот эту проблему процентного подхода хоть в какой-то части решить, можно список литературы просто не проверять. Он останется вне проверки. Это можно так делать. И когда вам важна именно проверка основной части, тогда вы снимаете галочки с титульного листа, с содержания, с приложения, с библиографии, и только основная часть уходит на проверку, на предмет наличия совпадений, цитирований и самоцитирований. Ну, согласитесь, если это важно, то можно нажать на огонёчек. Так, вижу. Так, 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 так. Вот, а через МБС, Светлана, не поняла ваш вопрос. Анастасия, рекомендую платную версию. Работала с бесплатной долгое время. Платная действительно качественнее. База шире как минимум. Да, Анастасия, если речь идёт о проверке своей одной работы, то, да, платная версия. Один раз автор проверил и сдал, как говорится, немножечко удостоверившись в том, что у него всё в порядке. Но если вы представитель организации, то в платной версии свои деньги отдавать, это как минимум очень странно, как максимум нечестно, да. Вот, хорошо. Я видела галочки, вернее, я видела огонёчки, которые вы нажимали, что вот эта проверка только основной части очень полезная функция, которая в системе антиплагиад доступна с декабря 22 года. Это появилось. Да, ещё огонёчки вижу. Спасибо большое. Да, далее. Если вы работаете с платной или с корпоративной версией, то вам доступно ещё и детектирование переводных заимствований. То есть не обязательно знать, быть полиглотом, знать все языки мира, чтобы обнаружить переводное заимствование. И дело в том, что в антиплагиаде есть специализированные модули, которые помогают искать переводные заимствования. Вот здесь такая историческая линейка развития этих модулей. Когда-то в 2017, уже сейчас в далёком году появился модуль англо-русских переводных заимствований. То есть взяли на английском работу и перевели на русский. Это началось проверяться в 2017. Потом вот вы видите, как это развивалось. А в 2022 году в системе антиплагиад был внедрён, в систему появился и стал развиваться, и продолжает развиваться, и будет развиваться модуль, позволяющий искать приводные заимствования на ста мировых языках в любых сочетаниях. То есть если вот эти модули парные, русско-английский, русско-узбекский, англо-киргизский, русско-казахский и так далее, то здесь все языки, основные, основные, ну всех, конечно, гораздо больше, чем 100, но основные языки мира в любых сочетаниях. Нам часто любили задавать вопросы, что а если я возьму работу на английском, перейду на французский, а потом с французского на немецкий, узнает ли антиплагиад? Ну вот благодаря тому, что модуль, который ищет приводные заимствования со ста мировых языков в любых сочетаниях, узнает и очень даже четко. То есть вот этот вот тройной, двойной перевод не помогает уже. Если раньше были какие-то вот, да, возможности лазейки проскользнуть, потому что здесь проверяется первое и последнее в любом вот сочетании. Первый и последний вариант работы, да, и переводные заимствования ищутся. К сожалению, вот этот инструмент появился тоже не на ровном месте. И сама система антиплагиад появилась не на ровном месте, потому что, ну, как запрос, ответ на запрос времени. В 2005 году система антиплагиад появилась. В eLibrary, например, было обнаружено более 20 тысяч русскоязычных научных статей, содержащих заимствования из англоязычных источников. То есть вот этот инструмент, переводные заимствования, помогающие определить, тоже появился не на ровном месте, а как ответ на запрос времени. И вот мультиязычные переводные заимствования можно продемонстрировать вот этим скриншотом. Модуль переводных заимствований нашел работу на английском языке, как источник заимствования, а вот работа на немецком языке. И если мы нажмем кнопочку сравнения текста проверяемой работы и текста источника, который содержит нечто подобное, но на другом языке, мы увидим действительно совпадение. Мы можем перевести с помощью, например, того же онлайн-переводчика фрагменты отсюда, фрагменты отсюда, и мы удостоверимся, что да, система антиплагиад помогает найти в том числе и мультиязычные заимствования. Ну и более того, переводные, перефразированные заимствования – это текст. Но система антиплагиад продолжает развиваться. И дело в том, что в антиплагиаде теперь можно проверять и изображения. То есть не только тексты, не только слова распознает заимствованные антиплагиад, а и картинки. То есть таким образом можно проверить не только текст, но и находящееся в нем изображение. Таким образом можно будет исключить претензии со стороны правообладателей на то или иное изображение, защитить репутацию научного журнала, снизить риск ретракции своей собственной статьи в том числе. Ну и как это работает? Дело в том, что научная работа – это не только текст, а и в том числе изображение, данные, идеи, цитаты, коды, формулы. И чтобы понять, что изображение заимствовано, его, может быть, вручную, просто чисто своим взглядом невозможно понять. Ведь изображение при заимствовании можно отзеркалить, повернуть, кадрировать. Ну, здесь понятно, что поворот был тому, что это человек. А если это некий препарат, там в чашке Петри, да, был сфотографирован, перевернули, и уже какая-то другая картинка, да, кадрировать, поменять цвета, снизить качество, исказить пропорции – это все система антиплагиад распознает, потому что в ней есть сейчас новый еще встроенный инструмент, поиск по изображениям. Нажимаем на кнопочку «Искать». После того, как проверили текст просто, еще отдельная тогда итерация, если это необходимо. Если в организации вот этот инструмент, был запрос на него, и система антиплагиад подключает, компания антиплагиад подключает этот инструмент. Вот то самое, да, пример. Это композиты. В одной статье эта картиночка к композиту магния, в этой статье к композиту цинка, а в следующей статье уже к какому-то неизвестному, неизведанному композиту просто. И это вот даты разные, статьи разные. Фамилии, да, совпадающие. Но получается, что авторы статей делают несколько публикаций с одной и той же картинкой, немножечко искажая или даже не пытаясь исказить, но выдают за разные композиты магния, цинка и же с ними. Еще пример. Вот в данном случае в работе использовались вот эти изображения, и там было указано, что это два мальчика 8-14 лет. А в другой статье ровно те же изображения, рентген-снимки про 20-летнюю женщину, девушку в данном случае. То есть вот такие заимствования изображений система антиплагиад также помогает обнаружить. Почему? Ответ на этом слайде. Можно сказать, а это реклама, а это пиар, а это действительно так. Антиплагиад номер один в России и СНГ. Да, есть мировые еще аналоги в системе антиплагиад. Они появились чуть раньше и больше нацелены, естественно, на англоговорящую, то есть на иностранное государство, англоговорящую публику. Но в системе антиплагиад, помним, есть модуль, позволяющий искать на 100 мировых языках заимствования. Ну и почему мы вот настолько, как говорится, гордимся своей системой, что даже проводим курсы повышения квалификации? Просили более подробно. Дело в том, что действительно система антиплагиад обладает ведущими технологиями, обладает огромнейшей базой данных, по которой проходят проверки. Ну и мы не стесняемся об этом рассказывать, обучать наших клиентов, наших партнеров и всех желающих, кто хочет повысить квалификацию, в том числе в этом вопросе. И вот уже говорила, сейчас снова скину ссылочку в чат. Это заимствование, подлог. Хорошо, да, Николай, да. То есть это опять же академическая нечестность, проявление. И, возможно, мы здесь в данном случае в примере непонятно, это их картинка, да, чужая, она заимствована, и она использована трижды. Так что действительно очень странная ситуация. И если не иметь инструмента особого, такого как антиплагиад, можно пропустить, что здесь идет подлог, идет заимствование чужого не только текста, но и изображения. И вот сейчас подробнее о курсе. В чем преимущество именно этого курса по системе антиплагиад? Каждый участник получает методические рекомендации по использованию системы на время обучения. Вот если у вас нет доступа к корпоративной версии, то на время обучения, то есть это начинается 19 марта, и каждую неделю по два занятия, шесть вебинаров, ну, это, в общем, вы увидите, да, в описании, проходят занятия, и это именно для тех, кто... Девять вебинаров, извините, оговорилась. Для тех, кто хочет стать именно экспертом, специалистом, после того, как вы проходите этот курс, вы сможете поставить работу с антиплагиатом в своей организации, например, даже с нуля, написать регламент, обучить своих же сотрудников работе в системе антиплагиад, и с самого начала, чтобы все работы проверялись по правильным, так сказать, лекалам, что ли, чтобы не требовать только процент, а требовать совсем-совсем иное, что действительно должны предоставлять нам учебные и научные работы. А просто по проценту судить, это уже давно-давно устаревшее, устаревший подход, который требует пересмотра и, во многих случаях, отказа от процента. Далее. Практические задания, которые выполняют каждый участник, и обратная связь от преподавателя получается, помогают всем освоить продукт именно в той степени, которая нужна именно вам. Да, вот здесь вот более подробно, Татьяне, спасибо большое за ссылочку и описание. И кто-то спрашивал, а вы там будете, да? В том числе и я. И также мои коллеги, руководитель учебного танческого центра компании «Антиплагиад» Ольга Беленко, представитель нашей республики Беларусь, Ирина Стрелкова, прямо действительно, можно сказать, ученый, который горит своим делом, она же и преподаватель, она же и заведующая кафедрой. То есть вот три специалиста, которые ведут занятия на этом курсе. И хотелось бы озвучить программу, потому что, ну, не все понимают о чем. Ну, подумаешь, систему «Антиплагиад» загрузил, кнопочку нажал, и вот тебе результаты. Нет, на курсе повышения квалификации вы поймете, что из себя представляет система, она есть инструмент обнаружения заимствований, как анализировать, редактировать отчет, потому что система, инструмент не заменяет человека, а вот анализ и редактирование отчета проводит именно эксперт. Как оценить добросовестность, самоцитирование в том числе? Какие заимствования допустимы в учебных работах, научных работах? Как внедрить и использовать систему «Антиплагиад» в организации образования и науки? Как выявлять искусственно-генерированные тексты и попытки маскировки обмана? Об этом мы сейчас еще тоже поговорим, но очень коротко, на курсе более подробно, развернуто с примерами, и вам тоже задание дается. Как взаимодействуют преподаватели-студент? Это не просто имена, названия, номинования, поэтому они с большой буквы, это роли внутри системы «Антиплагиад». Как взаимодействуют эти роли между собой? Как это использование связки преподаватель-студент освобождает очень всегда занятых сотрудников преподавательско-профессорский состав от необходимости собирать работы, загружать их самостоятельно. Преподаватель делает одно-два действия, а студенты загружают уже самостоятельно. То есть здесь в подробностях об этой связке. Ну и об администрировании, если еще не внедрена система «Антиплагиад» внутри компании, в которой вы работаете, внутри организации, то начинать с чего, чем заканчивать, как администрировать систему, как раздавать квоты, как давать доступы в систему «Антиплагиад», кому давать доступ, кому не давать доступ. Вот эта тоже тема разбирается. Вот такая обширная программа курса. Ну и хотелось бы зачитать буквально несколько таких вот отзывов у нас было очень много. Ну, несколько наиболее показательных. Друзья, это говорит о том, что даже люди, которые давно работают в системе «Антиплагиад», как вы понимаете, на курсы повышения квалификации приходят не люди, которые только вчера узнали о системе, а которые уже давно работают. Вот так кто-то у нас тоже писал, что несколько лет работает и посещает наши вебинары и благодарит за инструменты. Так вот, если говорить о системе, то выяснилось, что доброй половины ее возможностей я не знала. Моя первоначальная оценка степени владения функционалом по десятибальной шкале была завышена раза в два. Улыбается. Что касается заимствования, то главные моменты, вынесенные из курса. Первое. Заимствование заимствованию рознь и понятие заимствования и плагиат не тождественны. Вот это очень важно, чтобы все, кто пользуется антиплагиатом, понимали, то, что подкрасила система антиплагиат красненьким цветом, не есть плагиат, а может быть и плагиатом, а может быть и правомерным цитированием или самоцитированием. Далее. Второй отзыв. Чуткая структуризация информации, динамичная форма изложения материала и диалога на вебинарах, открытое сообщение. Мое представление о системе расширилось и углубилось. Далее. Была важна обратная связь. Правильным решением было взять курс активного слушателя. Там тоже есть градации. Плюсом это на посылочи, которые сейчас у вас в чате. Плюсом был показ различных примеров на вебинаре. Поняла, что проверка в системе ответственная работа. И я тоже повторяю, это не просто нажать на кнопочку. Уже в планах есть разработать регламент, касающийся моего отдела, внедрить заявление от соискателей с текстом об отсутствии в диссертациях и ВКР плагиата чужих текстов. То есть вот такие отклики у людей, которые посетили наш курс повышения квалификации. Было еще больше, но общее понимание, что люди, которые, может быть, даже давно работают с антиплагиатом, не всегда владеют полным функционалом. И появляются такие инсайты, озарения и желания что-то дальше делать для своей организации полезное. И вот сейчас мы подошли к моменту, хотим поговорить об искусственном тексте. Александр, я вижу, что вопросы есть, и вопросы, ответы, я сказала, будут обязательно в конце вебинара озвучены. Мы сейчас уже на 36-й странице 44-х, мы успеем. Антиплагиат содержит в себе детектор появления искусственного интеллекта. И это обозначается вот такой вот красной строкой на страничке результатов проверки. Мы видим, нам предупреждая система, что здесь присутствует зонерированный текст. Документ подозрительный. Нажимаем кнопочку подробнее и переходим в специализированный отчет о подозрительном документе. То, что здесь подчеркнуто красным, не равно совпадениям, плагиату и так далее. Это именно то, что система антиплагиат подчеркнула как сгенерированный текст. Вы увидите в этом отчете о подозрительном документе страницы, на которых присутствует сгенерированный текст. В данном случае мы открыли страницку 6 из 50. И на самом-то деле искусственный текст находится со страницы 3 до страницы 48. Не во всем, во всем, во всем. Антиплагиат определяет это так. Когда мы подводим мышку к информационному такому кружочку с буковкой И, открывается всплывающее окно. В данную группу входят фрагменты, которые предположительно созданы с помощью искусственного интеллекта. Заметьте аккуратность формулировки, но вот это просто так, да, не появляется. Значит, в системе антиплагиат сработали некие алгоритмы. И как вот я говорила о том, что антиплагиат не ищет плагиат и никого не пытается обидеть, да, и то, что красненьким антиплагиат подчеркнул совпадение с каким-либо текстом, не есть, что антиплагиат системы или компания или сотрудники компании антиплагиат обвиняют этого автора в плагиате. И здесь тоже никаких обвинений в использовании искусственного интеллекта нет. Здесь есть указание, что предположительно эти фрагменты сгенерированы искусственным интеллектом. Что дальше с этим делать? Есть у нас несколько и статей, и вебинаров. Вот здесь ссылочки на презентацию. Я вам дам возможность скачать презентацию и ссылки активные. Вебинар ИИ или не ИИ. Круглый стол онлайн, где руководитель компании антиплагиат Юрий Чехович и приглашенные спикеры делятся своими мнениями. Более того, планируется еще и новый вебинар. Ну, естественно, время требует и новый вебинар, который мы будем проводить, в том числе, скорее всего, и на постоянной основе в компании антиплагиат. Февраль, март, то есть где-то вот так в этих числах будет еще отдельный вебинар про искусственный интеллект. Кроме того, есть еще статья за кулисами интеллекта чата GPT, рассказ о том, как определяются тексты, созданные и искусственным интеллектом. Мы разработали памятку на курсе повышения квалификации. Мы больше работаем с памяткой и с тематикой искусственного интеллекта. Ну, и самый первый вебинар, который появился, он до сих пор никуда не потерял, вернее, никак не потерял свои актуальности. Название чат GPT это ящик Пандоры или каша из-под пара. Вот это, обращаю ваше внимание на эти материалы. Дело в том, что антиплагиат может подчеркнуть что-то, может выделить что-то, а затем принимает решение эксперт. Вот еще информация по теме, буквально свежая, так сказать, информация. Глава Рособранадзора прокомментировал роль искусственного интеллекта в учебном процессе. Вот он говорит такие слова. Искусственный интеллект может помочь разгрузить педагогов от излишней биократической нагрузки, но никогда не заменит живого учителя. И точно так же живого студента, живого автора научных статей, человека, искусственный интеллект, человеку может помогать, но полностью заменить. Вот мне бы не хотелось жить в таком мире, где искусственный интеллект полностью заменяет человека. Если вспомнить там, например, мультфильм «Валли», как люди превратились в нечто желеподобное, лежащее на креслах, только пить, есть и получать удовольствие, проглядывая какие-то картинки, не хотим мы такого, не хотим, согласитесь, преподаватели. Но и преподаватели даже не используют искусственный интеллект, такой, как система антиплагиат. В антиплагиате же тоже внедрён искусственный интеллект, но это нормальное использование ИИ, потому что ответственность всё-таки берёт на себя человек. И здесь ещё одна статья, это переводная статья. Так вот вопрос такой, такой вопрос под конец, под занавес, так сказать, вебинара, может быть, две минутки ещё придётся, потому что у нас была вступительная часть, а я рассчитывала ровно на час. Кто же принимает решение о допуске работ с текстами, которые система антиплагиат подкрасила красным цветом? А ответ прост. Вот это я вставила скриншот вашего голосования. Друзья, как вы решите, так и будет. Вот сейчас вот такая картина, как вы в организации какое вы решение примете, какой вы регламент напишете, то и будет обязательно для вашей организации учебной или научной, для редакции научного журнала и так далее. Именно от нас с вами, от людей зависит, что будет дальше, как будет дальше использоваться искусственный интеллект. И напоминаю, мы про искусственный интеллект более подробно говорим на нашем онлайн-курсе. Сейчас у меня все, это наши контакты, и я перехожу на страничку вопросов. Александра, преподаватель вуза, используем много лет антиплагиат вуз. Хотелось бы подробнее остановиться на распознавании именно с генерированных текстов, в том числе на основе какой модели юристики происходит подобное распознавание, учитывая, что зарубежные сервисы при более-менее адекватном решаете практически бесполезные, немножко непонятные связи, падежи, и еще по сути сейчас получается, что подозрения в ИИ-генерации в отличие от плагиата бездоказательны. Вот, Александр, я в двух словах этот вопрос уже озвучивала, отвечала на него бездоказательно или доказательно. Вот то, что система антиплагиат подкрасила красным, не является плагиатом до тех пор, пока эксперт это не решит, что да, действительно, это плагиат. То, что система антиплагиата выделила красным цветом в документе, подозрительный документ в отчете специализированном, это не есть обвинение человека в использовании искусственного интеллекта. Может быть, просто надо посмотреть на сам этот текст, и даже если текст написан самим человеком, надо смотреть на связность и логику, надо смотреть на логичность самого текста, и связи вот этих красненьких подчеркнутых антиплагиатом в отчете о подозрительном документе фрагментов с остальным текстом. Может быть, здесь в огороде Гузина, а здесь в Киеве дядька, да, нет ли повторяющихся конструкций, шаблонов, есть ли в подозрительном тексте ссылки на какие-то источники и достоверны ли эти ссылки. И вот именно эти действия человека-эксперта позволяют доказать, да, этот текст генерирован или нет, этот текст написан человеком. Далее, Константин, вопрос, проверяем в ВУЗе статьи, поступающие для сборника научных статей системы антиплагиат ВУЗ. Каков, на ваш взгляд, максимально допустимый процент самоцитирования, дублирования автором собственных текстов без использования кавычек и ссылок на них. Константин, антиплагиат не определяет вот эти вот проценты допустимые, недопустимые. Вот именно вы говорите, да, проверяем в ВУЗе статьи, поступающие для сборника научных статей. Если ориентироваться на редакции научных журналов, то в разных редакциях вот этот допустимый процент самоцитирования от нуля до 30. Какие-то редакции вот прям запрещают использование повторное даже своих собственных текстов. Какие-то говорят, ну вот 20-10%, 30% это еще не что-то предосудительное. Даже вот про то, что не оформление вот этот вопрос, это вторая часть вопроса, это недопустимо. Даже 10%, даже 3% самоцитирования своего более раннего текста использования в новой работе надо оформлять таким образом. Вот в такой-то работе я писала об этом. Сейчас это важно, потому что то есть любая цитата, в том числе использование себя, своих слов, самоцитата, должна быть оправдана целями цитирования. Не просто сделать вид, что вот у меня тут много так текста, а этот текст я придумала несколько лет назад, просто для того, чтобы вот у меня новая статья была покрупнее, да. любой фрагмент заимствования у другого человека, у самого себя, должен быть оформлен надлежащим образом, таким, чтобы у читающего не было иллюзий, что этот текст именно автора этого произведения написан только что. Вот, то есть и цитату, и самоцитирование надо оформлять таким образом, чтобы было понятно, да, это цитата, да, это самоцитирование. Вот, Александр, это вредные советы, да, как кто там у нас, Григорий Остр, да, если вы хотите сделать вот так, делайте вот так, да, это вредный совет. Наверное, кому-то пригодится, но в случае действовать от противного не всегда законно. Дальше, вот я вернулась на вкладочку чат, вкладка вопроса завершена, у нас уже три минуты второго, это, наверное, комментарий. Николай, если это не затрагивает первичные данные, то упражнение в перестановке слов никому не навредит, за исключением тех, у кого нет измеримых результатов экспериментов наблюдений. Текст, который был розовеньким, очень напоминает парадные речи съездов рабочих, крестьян разных уровней. Вот, друзья, именно на курсе повышения квалификации мы разбираем, почему срабатывают вот эти алгоритмы системы антиплагиат при поиске искусственного интеллекта более подробно. Я коротко сказала, смотрите логику, смотрите связность. Вот Николай, не дает соврать, текст похож на парадные речи. Это тоже вторичность вот эта вот такая видна. Но про перестановку слов, перестановка, парафраз, это может быть инструментом косвенного цитирования, перефразирования, но оно тоже должно быть оформлено так, чтобы у читающего человека не возникало иллюзии, что это авторский текст, а он точно понимал, этот автор цитирует кого-то еще вот из такого-то источника. Пускай с помощью парафраза, если там огромный источник, надо процитировать, он же не будет использовать автор пять страниц, а может использовать всего лишь пять строчек. Вот, ну что ж, друзья, вопросы закончились, время, а, вопрос еще один есть, время 13.04, если успею, отвечу, но больше, наверное, уже не стоит. Окей, спасибо, говорит Александр, в целом идея понятна, к сожалению, при адекватной работе с промпутами, задания тонких, это я знаю, что такое промпты, антиплагиат оказывается, по сути, бессилен, друзья, но, как вы видели, написано, в этом мы продолжаем развивать свой инструмент, и не антиплагиат должен осилить в кавычках кого-то там, да, антиплагиат бессилен, силен, он силен в чем-то, а человек силен еще в чем-то, и только вот это вот союз, синергия, так сказать, да, когда все вместе работают над одной и той же целью, идеи достигают, да, свои решают задачи, то тогда наилучшие результаты так и выходят. Все, вопросы закончились, в чате вы благодарите, я тоже вас благодарю за внимание, приходите на наш курс повышения квалификации, если вы чувствуете в себе необходимость, силу, желание, там есть несколько вариантов оплаты и участия, если вы работаете в какой-то организации, можно от организации заявиться несколько человек, то есть там есть разные возможности. Ну что ж, надеюсь, до новых встреч, также можно приходить на наши вебинары, которые мы проводим в открытом доступе, но вот сейчас все-таки, если вы уже работаете со системой антиплагиат не первый день, то можно уже и на курсы повышения. Всего хорошего!